сажаю перцы я их замочила вчера это конечно капец они мокрые прилипают к рукам я знаю что сейчас начнут писать вы неправильно сажаете у нас когда была дача я их даже не замачивала просто сухие семена сажала поливала и у меня все вырастало нормально я смотрела в интернете там ролики как-то их в кипяток потом в ледяную воду короче это извращение мне кажется а вот эти три лотка все под перцы до три сорта разных короче вот это будет но тут где-то по 20 семян вот это будет калифорнийское чудо вот такой перец вот здесь вот здесь будет здоровье сладкий тоже а здесь будет острый бараний рог да высаживать я их буду острый от сладкого отдельно конечно я знаю что они могут опылиться вот ну посмотрим взойдут семена не взойдут покупные эти вы покупала я их когда осенью в прошлом году но срок годности еще не вышел у них но это конечно да вот так вот по одному раз потом я их буду пикировать это значит рассаживать когда зайдут они в отдельную же эти штучки так сейчас я их посажу даже тут такое ну это вообще и потом сбрызну водой с пульверизатором так что а помидоры я посажу и баклажаны чуть позже потому что у перца более долгий период схожести созревания поэтому я его сажаю пораньше друзья ну и напишите как вы сажаете нам тоже будет интересно да даже впереди еще много помидоры у меня еще сажать капусту баклажаны может еще что забыла не знаю вот что-то хотел еще сказать а да мне из сергей посады наталья присылала семена перцы там были помидоры я куда-то положила конверт не могу найти но я найду его обязательно его не выбросил это точно просто я куда-то убрала мне надо его найти найду тоже посажу вот так пинцетиком по чуть-чуть грунт у меня здесь покупной плюс кокос брикет я покупала орехниль называется я показывал в каком-то из видео и плюс я добавила немного золы сюда в грунт где-то я по моему то ли на ю тубе видела то ли в интернете читала что можно залу добавить древесную вот и после посадки я накрою пленкой пока они не взойдут я покажу потом вот это не мои растут покажешь но как-то мне кажется стыговато но стали побольше какие-то подсохли какие-то пока еще живые какие-то вообще прям еле-еле ну вот два хороших вот этих вот ну не знаю посмотрим будем посмотреть как говорят в одессе у нас опять зима вот еще я подписала вот у меня здесь скотч бумажный сорт перца и когда я посадила дату чтоб удобнее было вот сколько времени уходит на посадку 20 семян я пинцетик взяла свой нормально удобно и лунки пинцетиком сделала вот как раз у меня получилось прямо четко я сделала лунки все семена у меня сюда вместились вот сейчас я побрызгаю все это водичкой почва у меня я принесла ее на кухню грунт на улице на кухне он меня оттаял стал теплым нормальный такой не холодный покупной это грунт для посадки специальный и орехнин брикеты с кокосового ореха все сейчас я это пленка накрою будем ждать всходов когда взойдет он тогда уже буду пленку убирать пищевая пленка есть вот так и все горшочки у меня с дренажом два слоя немного нет нормально я может отверстие сделаю а он один слой не держится плохой пленка плохая вот первый пошел отверстие надо будет сделать да а то плеснем да я сделаю зубочисткой потом все теперь пошел второй и так дальше хочу показать где наша подруга спит всю ночь она лаяла бегала участку сейчас покажу и вот все утро спит еще даже к нам не вышло вискос опять на дерево залез кстати скворцы съели всю калину они тут жили прям на дереве вискос упадешь ну так она то ходит матча ну а дальше что вискос это передо мной что ли так красуешься или перед камерой слезай тебя уже неси ждет внизу вискос иди сюда да иди давай давай слезай давай плечо плечо свое подставлю прыгай давай иди ну прыгай давай прыгай ну спускайся по руке чё ты понятно что слезет не первый же раз у нас идет снежок пока температура плюс один к вечеру будет уже минус 8 ночи 12 мороза ну а потом чуть-чуть потихонечку начнет теплеть но потом будет уже днем тепло пойдут дни а ночью будут минуса морда да чё в вольере не не живешь строил строил тебя она на диване живет теперь да ладно чё ты там очурил кого красавка ты красотка понеслась да сломай мне забор ну что пойдем со стене черная морда высунулась сейчас сейчас орать будет у вас точно вот 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 друзья хочу спросить у тех кто держит баранов у нас где-то наверное чуть меньше половины рулона всегда вот оставляют это нормально или они у нас зажрались напишите в комментариях верхушки съедают а вот это оставляют то есть как бы так должно быть или нет а то мы не шарим совсем полчука у нас на выброс идет даже больше нет ну не больше полчука может поменьше много сена вот такое хорошее мягкое вот эти палочки да они не едят их и орут и армене орет одна только одна не едят они это надо все знает петровна у нас спокойная степенная барашка зинаида петровна самая воспитанная она самая старшая до молодец до зиночка самая культурная тактичная да и воспитанная интеллигентная интеллигентная поэтому она зинаида петровна мы называем по отчеству остальные так ну что давай это курям ой простите куром куром вот эти остатки так сейчас это перчатку один зинаи петровна подожди там у них грязь как раз тут слой вырос сантиметров на 20 он перекрыл фундамент и уже к саману подошел я думаю что кинем в угол сюда плохая идея туда вот вот сюда в угол кидаем они разберутся да можно что-то орешь вот что-то орешь да вроде бы все давай я подкачу все намного пусть доедает а и кстати напишите они целый день должны есть сено или там два раза в день потому что они все время мы только подвозим 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 а когда они гуляют на улице они часа два наверное едят но я наблюдаю а потом полдня тупят стоят мордами вниз и вечером опять чуть-чуть едят и все а здесь только успевать подвозить вот тоже такой вопрос интересует постоянно им надо набивать кормушку или они должны хоть чуть-чуть отдыхать жевачку и жевать вот это как бы мой вопрос на который я хочу получить ответ тут реальный совет нужен от спецов не просто там что-то кто-то где-то что-то видел а кто сам держал имеет опыт да то есть типа колите дрова в шинах мне такой совет не нужен потому что мне неудобно в шинах я вообще не колю дрова это я так несколько чурок поколол а вообще я лучше куплю колотую на тысячу дороже стоит колотая машина да чем моя я буду вот так вот ковыряться там топор фрискарс фискарс фискарс ну короче фискарь вот у меня и так с этим колуном ну там сколько лежит 12 полен ну 20 максимум не так нормально а представляете мне надо куда-то за шины идти они у меня лежат я их на пятак положил чтоб тут у нас никто не разворачивался не месил мне там грязь это ж мне надо идти брать колесо из-за там 15 полен таскать туда-сюда колеса да мне проще нагнуться лишний раз вот поэтому вот эти комментарии к вчерашнему видео ну их столько было половина наверное про эти шины ну конечно я знаю про шины друзья ну не хочу я шины мне так удобно шашлык шашлык опа вкусно шашлык вкусно альма ты чё на вискоса так гавкаешь а мадам нельзя вискоса нельзя обижать мы закрыли пока возим у нас калитка открыта вот там если альму выпустить потом ее полдня по деревне ловить придется поэтому она пока в заперти так вот видишь подпортилась до свидания вчера один мужик походу залетный написал да кому нужна ваша кружка ну не нужна проходим проходим товарищи следующий в очередь да кстати писали про магнитики ну магнитики мы хотели да но у нас в отрадной и сувенирной продукции делают только кружки я заказал у них магнитики а будут да подожди дай договорить короче они говорят что у них сломался принтер вот что они ждут мастера который им починит и только после этого они будут делать магнитики я конечно мог им починить принтер потому что я специалист по лазерным принтерам но я не хочу больше связывать свою судьбу с ремонтом принтеров и все такое я на этом уже закончил свою карьеру у меня теперь другая карьера вот сено возить да поэтому когда они починят принтер у них там оки что-то какой-то стоит вот тогда мы закажем магнитики магнитики удобно их можно в конверты упаковать не надо вот эти коробки покупать большие они не разобьются да ну кружки тоже будут будет еще кое-что потом узнаем но магниты тоже будут интересно если руками не придерживаются я его довезу или оно распластается по дороге если на кочку попадешь распластается вот в некотором плане тележка таким колесом лучше потому что она так не скачет ей можно маневрировать как тайгак но она не скачет да а это сюда сюда ну все пойду калит на заплату угу ешьте ешьте только не орите велика не лови не лови а а то что будет пусть переодохнула сразу и не надо подплажать Циля выходи иди погуляй алик я цилю выпустил цилечка где твой друг вискос циля где вискос вискос вон подруга твоя вышла поймай ей мышку поймай мышку циля ну что циля пойдем облетает свою нишу иди смотри а в этот раз зеленка уже недели три держится а в тот раз мы помазали наверно не 10 сейчас тебе будет счастье наверное колбаску на девушку вынесет я уж не знаю что-то жди еще раз что а это ветчина печеной питаешься кушай кушай скоро будет год нет мы брали в июне брали до четырех месячных мы брали или пятимесячных в июне ну отсчитай а ну да наверное год и есть уже угу ну все хватит я пока знаете что это такое это фильтр для воды смягчающий который убирает накипь в нагревателях в чайниках делает из жесткой воды мягкую вот я купил такой там было два на выбор за 735 рублей и за 375 рублей я взял конечно за 375 рублей но у того который подороже у него корпус вот так не прогибался он был жесткий но суть в том что тот на три с половиной тонны а этот на три тонны ну зачем платить два раза больше когда можно за эти деньги два поставить тем более три то вот это рассчитано на три тонны это не так много на самом деле но это не знаю меньше чем на месяц наверно нам три тонны вот старый наш фильтр влад когда ставил говорил что ну примерно тонны на 2 я не помню что за производитель был и точнее я даже не видел он поставил две тонны мы спалили там через две недели уже наверное тонн двадцать прошло через него и в чайнике уже идет сильная накипь постоянно забивается сеточка я постоянно лимоном поливаю там и чищу ну чайник ладно а вот то что бойлер накипь набирает это плохо потому что мне его придется разбирать не через год чтобы поменять магниевый анод а через там три месяца ну максимум через полгода так вот мы сейчас с вами пойдем и поменяем этот фильтр я сам никогда не менял поэтому для меня это будет первый раз мне было показывала объяснял ну для меня это будет полезно да ну и нужно ну и может кому-то из вас тоже будет полезно как это делается а потом мы возьмем старый вскроем и посмотрим что там накопилось за сколько там за два-три месяца погнали в комментах спрашивали что есть альма вот что она ест такой корме берем сейчас норма на такую собаку 450 грамм в тени ну вот сейчас мы полезем наш подвал и поменяем фильтр даже ради этого я купил переноску чтобы хоть что-то там было видно не ярко положи пока потом заберешь надо обратно работает вот видишь как запачкался фильтр его тоже надо поменять угольные надо было и угольный сразу купить тоже там был короче в магазине угольный с серебром за 1700 нафиг нужен так а других не было угольных это надо ехать в леруа короче этот поменяем и вот этот смягчающий поменяем и кстати в удобной мы спрашивали тоже не было фильтров которые нам нужны там были только угольные надо было угольного ну ладно можем потом позже поменять так так подставлю короче влад объяснял мне значит перекрываем вот этот кран и перекрываем вот этот кран и откручиваем откручиваем погнали так я вырублю из розетки так как это вот открывал ключи какое отчего этот отсюда и походу отсюда так ну погнали надеюсь никакой резьбу не сорву так я не знаю давление так 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 давление надеюсь проглотки менять не надо может быть они многоразумные ну ладно смотрит сейчас мне подсказать что-то хочет так ну все вроде хорошо тазик взяли да так ну вот он так идет вот это кстати более плотный так берем смягчающий надеюсь он такой же будет не выше вроде такой же стрелка идет наверх а холодно здесь да прохладно тут убирать надо но я жду пока потеплеет что-то как-то холодновато да прокладка сверху снизу не закручиваем закручиваем ключик ключик надеюсь достаточно теперь другой теперь вот этот фильтр ну тут конечно грязи хорошо это при том что вода вроде бы на вид прозрачная из водопровода ну вот слушай ну бывает она грязная идёт временами не всегда же проконтролируешь может она и налилась когда там грязная да она уже сразу в первый день пошла желтеть хотя на вид она вроде чистая да ну да то есть вот с водопровода какая вода течет ну это старые грязные трубы может быть ржавые ну конечно старые ну смотри чёткий фильтр вещь хорошая нужная сейчас течет он прям скользкий как глина вот знаешь вот скользкий это наверное без разницы какую страну ставить наверное я так думаю ну да это просто рулон просто рулон ага прокладку сейчас выйдет чтоб сухая была кто то воет слышал непонятно кто а это петух петух кричит тут в подвале просто по-другому смотрится слышится слышится резьбу не сорвать с одной стороны вроде и резьбу не сорвать да и с другой стороны чтобы докрутить так и этот еще раз подкручу а мы сейчас проверим по этой силе тут как ну вот тут свободно думаю хватит так ну чё открываем краники открываем раз открываем два это давление короче выровнялось и теперь включаем насосную станцию сейчас проверим течет или нет кстати давление давление в системе идет так 3 3 8 где-то когда полностью накачалось а когда не накачалось начинает 2 там по моему с чем-то точно не помню но вот у меня когда-то спрашивали 3 8 давление Влад вообще сказал что вот эта станция очень мощная то есть она потянет что хочешь и куда хочешь будем надеяться ну что полезли наверх очень интересно что там внутри за счет чего он смягчает воду что и правда первые недели две накипи ну неделю точно первую вообще не было накипи в чайнике с чего он состоится какая смола там вроде говорили не знаю гель какой то что да точно ага ну да гель гель какой то да шарики такие знаешь как икра моего что то типа того да это гель какой то гель ну короче он смягчает воду видать камушки тут откладываются не знаю в общем смягчается и вот она о вот он этот кальций видишь вот он задерживает в начале фильтр как раз сверху да вот это было бы все в болере и на фильтре ну то есть это в чайнике вот она это кальций и дофига его тут смотри так что вещь полезная надо ставить и видишь он как раз уплотнил гель да так то если не его не менять он будет увеличиваться 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 и совсем плотно это и может фильтр разорвать а ну давление раз колба может выскочить так что фильтра менять надо вот сколько накипь будешь знать будем тебя снова дружить с альмой ну чего вы это все в севере красавка так я сразу сюда от шашлыка подальше где там альма альма барашка иди заходи знакомься шашлык не бояй ну что 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 иди иди заходи ну она то с ними нормальный шашлык альма хочет лизнуть зинаиду петровну а шашлык не дает альму шашлык а шашлык а шашлык альма Красавица. Чего не заходишь? Альма. А, иди сюда. Стой. Шашлык, она тебя лижет. Держи его. Сразу-разу легла. Чего ты там живешь? Фу! Хватит жрать. Фу. Тебя что сюда пустили? Поедать что ли? Шашлык, вы же летом вместе лежали с Альмой в кустах. Вот. Хватит жрать. Ерунду сейчас. Ну, Зина, видишь, сама подошла. Нормально. Чего вы такие паникюры? Шашлык. Расслабчик. Альма. Тебя не играть сюда пригласили. Держи шашлыка. Держи шашлыка. Хватит. Держи шашлык. Хватит. Хватит. зиночка не ну так то нормально конечно шашлык да он не может ребра ломать поэтому следить шашлык он больше больше альма она то лошадь она когда в доме было она реально огромный то есть в доме она смотрится огромный так на улице незаметно но она больше немца раза в полтора наверно ну реально огромный собака но он он просто вообще крупняк конечно если постричь он будет меньше но так то он здорово меня завалило ну так шашлык смотри видишь когда она на него не наступает он нормально шашлык непредсказуемый просто стоит и все а те вон они зашел зашел за шорханный такие вот только шашлык и зинаи петровна видишь шашлык зинкой самое адекватное зачем ей корм видишь вот сюда запускай она будет форма по идее их закрыть тут это она при нас такая шустрая одна она тут ляжет будет лежать они будут потихоньку привыкать разве что она тут нажрется о не давай выведем ее все сожрю давайте давайте разыграем еще одну кружку у нас будет 138 серия заходим копируем ссылочку на видео youtube вставляем ссылку генерируем кто победитель у нас людмила земского людмила мы вас поздравляем ждем от вас адрес и фамилию мячца получателя друзья у нас все подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки всем удачи пока что